Протягиваем выпуск. Сёння православные верники означают одно из головных христианских святов – Преображение Господнее. У народа гэты день вядомы, як яблочный спас. З на годы свята у храмах проходят урочистые набоженствы, освящаются яблоки нового ураджаю. У гамельчан, до речи, склалася уласная традиция святкованья. Удел в урочистостях под открытым небом у яблоневым саде приняли наши корреспонденты. Яблочный спас у народным календаре славян заявлялся одним из первых святов ураджаю, день, якого природа разгортывалась от лета до осени и зимы. Только из яблочного спаса дозволялось есть яблоки из травы с плодов нового ураджаю. Христианское святое преображение Господнего у православия угоходить улик дванадесятых – дванадцати наиважнейших после Великодня. И оно засновано на евангельской падее – заявлении Иисусом Христом своей боской природы. Когда он зашел вместе со своими учениками на гору Павор и в божественном свете, ему явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илья. В этом событии было явлено божество Господа Иисуса Христа, и ученики явно увидели его божественную сущность. Здесь явно мы видим, к чему призван каждый человек и каким путем он должен идти. Освечать на яблочный спас дозволяются не только яблоки, але и любые солодкие плоды. Цекаво, что наши прадки в этот день у церкву приносили и пшаницу, але с тягом часу от этой традиции отшли. Подяковать Богу за сёлетний ураджай и попросить благословения – головный сэн свята для верников. Здесь сохранён яблочный сад, и в это место всегда приходит огромное количество людей для того, чтобы осветить урожай. Вообще, это праздник очень неблагодатный, потому что люди, которые своим трудом вырастили урожай, которые его собрали, приходят для того, чтобы окропить его. Приходят для того, чтобы утвердить своё здоровье, получить Божью благодать. Не глядяши на то, что свято пропадая на Успенский пост, у гэты день позволяется послабление. Можно уключить у рацион рыбу и слонешниковый аллей. Так само лишится, что кожный верник обовязково повинен съесть и хоть один яблок с мёдом, ка быть здоровым увесь год. Принято шастовать освеченными яблоками родных и сябров, раздавать садовину бедным. Это очень хорошая традиция, по той простой причине, что и детям интересно, они приобщаются к православной культуре. Ну и людям очень удобно. Но я сам вырос в деревне, поэтому я знаю, что после этого праздника уже готовили, мочили на зиму яблоки, уже скрыльки сушили. Малыш яблоко съел, да, малыш у нас православный, крещенный, как и положено. Покажи, как Божке надо молиться. Не хочет. Она умеет, уже умеет. 29-го жнивня будет означаться третий спас – хлеб на те ореховые. В этот день выпекают хлеб со сбожи нового урожаю, а еще сбирают лесные орехи. Ганна Корольшук, Вольга Коновалова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».